Что я сегодня могу рассказать? Думаю, что я могу рассказать три вещи. Во-первых, это обзор вообще того, на чем я увидел, пишут музыку из нейросетей, да? То есть, какие есть алгоритмы по написанию музыки на нейросетях. Во-вторых, что такое вообще, в принципе, нейросети, какие бывают и какие используются в музыке, то есть, какие типы, да, и почему. И третье, это показать могу пример, собственно, простейшей нейросети, которую я сам сделал на питоне, как она генерирует, собственно, мелодию. Вот. Как она обучается, как она генерирует. Вот. Короче говоря, нейросеть, это у нас, по сути, набор каких-то узлов. Каждый узел каким-то образом, какую-то программу, по сути, имеет. Ну, вообще, я, кстати, когда начинал нейросети, нейросетями заниматься, меня больше всего заинтересовал подход, что каждый узел, это класс, по сути, который каким-то образом автоматизирован. Ну, и, по сути, получается, у нас каждый узел отдельный объект со своими функциями и так далее. Это не очень часто применяется, конечно, такое, потому что это не оптимально для расчетов. Но зато это просто помогает легко понять, что, по сути, каждый узел – это какая-то отдельная программа, по сути. Вот. Ну, реально, получается, да, есть слои. При создании нейросети выбираешь, сколько ты хочешь слоев, выбираешь, сколько ты хочешь узлов в каждом слое. И между этими слоями создаются связи. То есть, как бы, получается, связи – это коэффициенты, которые меняют сигнал от одного слоя к другому. Вот. Если, в принципе, говорить о простейшей нейросети, то это, в принципе, все. То есть, ну, единственное, что еще я не сказал, это при переходе от одного нейрона к следующему нейрону здесь происходит некоторое преобразование. Есть ряд таких, по сути, графиков преобразования. Ну, вот эти графики. То есть, вот, допустим, входной сигнал какой-то от минус бесконечности до плюс бесконечности, он преобразуется, там, например, в ноль и в единицу. Соответственно, если меньше нуля, то в ноль. Если больше нуля – единица, да. Вот. Если, значит, там какие-то другие есть графики тоже, допустим, вот здесь более плавное преобразование такой сигмоидой. Вот. Это такой rectifier. Я по-русски, кстати, не все термины знаю, но неважно. Вот. То есть, это тоже такая некоторая функция, которая обрезает все, что меньше нуля, а больше нуля сохраняет такую линейность какую-то. Вот. Ну, тоже похоже. Вот. То есть, какое-то преобразование выполняется после того, как вот это вот все просуммировалось. Вот. И затем как-то преобразуется при переходе к следующему нейрону. Вот, в принципе, и все. Вот и все принципы работы нейросети. Если говорить про непосредственно ее, вот, обработку сигнала при генерации. А вот входящие, входящие нейроны, они равнозначны в базовом варианте? Входящие? То есть, они, ну, входящие, вот эти значения входящих, они равнозначны? Или он научается как-то, что от одного нейрона одно приходит, от другого, от другого. Вот это можно с ним вот это вычитать. И они как бы обезличены, так более-менее. Вообще, изначально, инициализация сети, обычно ее веса все устанавливают в случайные значения. Другое дело, что эти случайные значения могут быть там обычно, например, очень маленькие или там вообще случайные. Но, так или иначе, сеть сначала начинает работать совершенно непонятным каким-то образом, случайным. Вот. И затем уже с помощью механизма вот backpropagation, обратного распространения ошибки, которая возникает на выходе, она, ее коэффициенты настраиваются таким образом, что начинают выдавать что-то, что более соответствует тому, что нам нужно. Вот. Поэтому изначально, в принципе, вот исходящие, ну, то есть, входные нейроны и выходные нейроны, они все находятся в некотором таком хаосе. То есть, они все равнозначны, они все имеют какие-то случайные коэффициенты. И поэтому происходит нечто там сумбурное, да. Вот. И дальше, соответственно, это первое. Вот. Мы рассмотрели, как сеть работает. Ну, а затем, собственно, вступает механизм настройки этой сети. Backpropagation – это, собственно, тренировка сети под необходимую задачу. И эта тренировка, на самом деле, бывает двух типов. Это либо supervised learning – это обучение на объеме данных, которые мы знаем, что должен выдавать. И unsupervised learning – когда сеть обучается, исходя из каких-то принципов, не зная, когда мы не знаем точного выхода. Ну, конкретно скажу, например, пример. То есть, например, supervised learning – это когда у нас есть музыка. Ну, вот будем на примере музыки, потому что у нас сегодня по музыке встреча. То есть, у нас есть музыка некоторая, которую сеть, например, генерирует. И вот supervised learning – это когда музыка на выходе должна в точности соответствовать какой-то музыке из нашей базы. И таким образом сеть проверяется на предмет того, что она сгенерировала музыку либо очень близкую к той музыке, которая есть в базе, либо в точности соответствующую. Это значит, что она научилась, например. А вот unsupervised learning – это, например, вариант такой, когда сеть генерирует некоторую музыку. И эта музыка, мы не знаем, есть она, нет она в какой-то базе. Мы вообще не знаем ничего про базы. Но мы можем сказать, что в этой музыке, например, есть какие-то нарушения. То есть, ну, например, скачок на три октавы или что-то такое. То есть, например, 10 повторяющихся нот одной и той же ноты. Ну, какие-то вот вещи, которые нежелательны. То есть, какие-то, например, нарушения правил. Вот. Это у нас получается уже… Ну, кстати… Нет, это я, наверное… Я, кстати, наверное, тут немного… Я имел в виду reinforcement learning. Это learning, в общем, обучение с подкреплением. Вот то, что я сказал про правила. То, что касается unsupervised, это немножко другое. То есть, это автоэнкодер, это сеть, которая начинается и заканчивается большим количеством нейронов. А в середине у нее маленькое количество нейронов. И она научается, скажем так, кодировать какую-то большую, ну, например, мелодию, да, всего несколькими какими-то параметрами. И затем ее раскодировать. Таким образом… Как это называется сеть? Это называется автоэнкодер. А, автоэнкодер. Вот. Это точно сеть unsupervised learning, который никак не связан с классификацией вот этой музыки. То есть, вот эта музыка, например, на входе и музыка на выходе, да. И мы ничего не говорим сети про то, хорошая она или плохая. Просто сеть научается настраивать какие-то внутренние параметры таким образом, чтобы генерировать, по сути, ту же самую музыку. Да, то есть, она должна… То есть, она сравнивает как бы вот левую и правую половину, и нужно, чтобы они были одинаковые. Да, да, нужно, чтобы они максимально были близки, то, что было и то, что стало. И таким образом, если сеть этого добивается, значит, она смогла упаковать музыку. То есть, как бы ее скомпрессировать до вот этого количества параметров, а значит, ее внутренние алгоритмы уже позволяют генерировать музыку из всего-то нескольких параметров, да. Вот, мы сегодня вернемся еще к этому. Да, я именно этим тоже занимался, да. А, ты этим занимался, да? Да, я упаковывал. Мы упаковывали произведения буквально до пяти спустя, там, или десяти источек кода очень компактно. А, понятно. То есть, в виде как бы функциональном, да? Да, в виде правил. Ну, даже не правил, а просто функциональном, да. Что повторяется, то есть, здесь мы то же самое, но в другой тональности, а здесь то же самое в другой тональности, ну, вот с такой фактурой, ну, короче, вот как-то, если в двух словах. Ну, фактуры тоже упаковывали. То есть, что упаковывали? То есть, вы, по сути, пытались привести код к тому объему энтропии, который содержался в исходной музыке, то есть, к тому объему информации, который содержался там в исходной музыке, да? Ну, это даже, да, именно. Ну, это даже еще и философский вопрос, потому что это именно в голове и происходит. Ты же, когда слушаешь, этот пейзаж разворачивается с... учетом повторов, ты же не воспринимаешь каждую ноту заново полностью. Каждая нота ложится в какую-то... какую-то, как бы, матрицу, которая была до этого, а следующая еще куда-то. То есть, она так вот складывается одно в другое всегда. Ну, если это, конечно, не музыка написанная преднаметенно с невозможностью что-то куда-то упаковать, то, что бывает, а такая музыка в современной музыке есть направление, когда ничего не повторяется вообще, и она полностью непредсказуемая, и даже хаос не повторяется. Потому что, если это белый шум, то он очень предсказуем, он надоедает через две секунды. Самое непредсказуемое, да. Ну, в общем, если эта музыка академически-образная, особенно хорошо упаковывается так называемая нихо-классика. То есть, то, что почему-то называют нео-классикой, когда она к классике никакого отношения не имеет, и совсем даже не нео, ну, то есть, типа, Эйнауди какого-нибудь. Вот это упаковывается вообще как-то. Эйнауди некое произведение можно сложить просто 20 раз вдоль себя, и все там будет абсолютно. Ну, то есть, за счёт того, что мы сначала, там, допустим, берём предложение, потом предложение делим на там, допустим, фразы, да, фраза там имеют, допустим, там, представление там, это сам презентейшн, какой-нибудь там, потом проработку, допустим, потом, значит, окончание, да? Да, то есть это можно разобрать на части, и частей будет не так и много. Угу. Угу, угу. Да, интересно. Но это можно делать, мы это делали ради того, чтобы, естественно, генерировать, потому что ведь этот процесс, алгоритм генерации, конечно же, должен учитывать этот момент. Я бы сказал, что если мы анализируем музыку и генерируем, ну, анализируем, то, наверное, вначале нам нужно вот такую нейросеть строить, autoencoder, и с результатом этой нейросети уже работать с какой-то другой нейросетью. Потому что строить музыку, как бы, нота за нотой, или анализировать в смысле нету. То есть от того, что мы узнаем, что после, там, по диету следует, там, 7-мой каждый раз, там, в 12% случаев, это нам ни о чем вообще не скажет. Важно структуру анализировать, вот, а для того, чтобы... То есть нам надо вначале сжать это все до алгоритма, а алгоритм уже анализировать. Алгоритм анализировать нейросетью, да? Алгоритм данной композиции, ландшафт, как бы, данной композиции. То есть если мы анализируем, я не знаю, улицу, например, мы должны понимать, что вот есть два дома, они одинаковые, но просто разного цвета. А вот эти дома, они одинакового цвета, покрашены одинаковой краской, но они разным цветом совсем. По сути, по сути, речь идет о представлении данных. То есть если музыку уже представить в структурированном виде, то ее можно проще проанализировать в нейросетью. Да, важно анализировать музыку в максимально сжатом уже виде, да. Да, сжать ее настолько, насколько возможно, или если она пишется, то, соответственно, работать с алгоритмом, который ее пишет, сжатым, и с ним уже работать, да. Хорошо, это очень интересное такое... Да, это у нас такое интересное отступление было, на самом деле, которое, как бы, на самом деле, хорошо проиллюстрировало принцип автоэнкодеров. Но тут надо еще понимать такую вещь, что автоэнкодеры, они же сами ищут вообще принципы свои, да. И эти, на самом деле, то есть вообще нейросети, они известны тем, что они там пытаются, как бы, по сути, обмануть человека, да. То есть в чем этот обман? В том, что они пытаются найти такие взаимосвязи, которые позволят им добиться максимального качества. То есть максимального, там, ну, качество изменяется, измеряется обычно некоторым параметром в конце работы сети. Например, в данном случае это то, насколько вот это похоже на вот это, да. Вот. И нейросети, они пытаются, естественно, ну, как, в общем-то, и все, это самое, как, в принципе, и все алгоритмы регрессии и классификации. Вот. Они пытаются, естественно, грубо говоря, обмануть там вот человека. Человек-то хочет, чтобы нейросеть научилась выделять какие-то важные параметры. Вот. А на самом деле нейросети проще просто, допустим, какие-то, например, она поняла там, что вот ей дают на вход только, например, лица, если это фотографии, да. И дальше она просто уже всегда генерит только лица. И дальше просто эти параметры будут означать поворот лица, там, допустим, ширину глаз, там, допустим, там, улыбка, не улыбка и так далее. Вот. То есть, грубо говоря, если дать нейросети на вход достаточно узкий объем данных, то есть, например, только один стиль, да, то нейросеть не сможет как бы работать с другим стилем потом. То есть, она будет генерировать только в этом стиле, и ее параметры они будут приводить к тому, что... А это управляется, да, конечно. Вот. Ну, как бы, да, то есть, такой получается момент, что, а если больше дать, то она как бы начинает... Ну, то есть, если дать слишком много данных на входе, то ее либо очень долго обучать, либо там очень сложные взаимодействия, получается, которые сложно проанализировать и сложно использовать. Поэтому, в принципе, здесь вот такой момент есть, что вот эти параметры, которые есть, это именно изменяемые параметры. То есть, если, например, во всех произведениях у нас есть, например, ну, к примеру, экспозиция, а потом, например, разработка, которую мы загрузим сюда, то этого не будет уже в параметрах. То есть, эта информация не будет уже здесь. То есть, ее не будет в тех параметрах, которые можно менять. Эта информация, она будет как бы в самой сети. Вот. Ну, окей, это такое общее отступление тоже. теперь дальше значит посмотрели мы вот эту сеть посмотрим теперь сеть cnn коротко значит сеть cnn применяется в основном для изображений но работа на так то здесь вот есть на входе какое-то изображение но в данном случае здесь изображение как бы черно-белое то есть черное там на при этом белое какое-то бинарное изображение вот она его каким-то образом обрабатывает и затем подает в сеть и на выходе в данном случае например классифицирует по двум параметрам например это параметр будет соната там и симфония например да вот да но но это изображение то есть это не это не музыка но тем не менее как бы народные умельцы много уже пытались как бы применить эту сеть к музыке в принципе некоторые результаты получали вот применяли значение это дело по разному но чаще всего это пьяно ролл то есть либо эта упаковка некоторая до сюда либо это пьяно ролл просто рисуется вот здесь то потом вот это все подвергается стандартной процедуре работы cnn сети это очень важно на самом момент то есть это показывает что вообще работа с музыкой эта классификация музыки генерации музыки она на самом деле не находится приоритете в пространстве там нейросети и мало кто занимается на самом лет и этим то есть там буквально до то есть это не бизнесовое направление не сильно как бы так сказать раскрученная и поэтому получается такая штука интересная что люди которые хотят что-то сделать они их не так много то сейчас десятки буквально там статей выходит в год на при этом не больше да у музыки и ну огромное количество статей потом изображением по значит там ну собственно ключевые направления это изображение текст насколько я знаю может я там что-то не знаю но там конечно есть еще какие-то принятия решений там больцман и так далее но получается так что вот эти люди которые так сказать заинтересованы все-таки в музыке поработать они на самом деле часто не обладают там либо высокими компетенциями либо они получили компетенции в какой-то определенной сфере которая там бизнес эффективно вот и они пытаются просто применить вот стандартные средства для этого дела ну вот соответственно такой простейшим таким примитивным подходом было просто взять не адаптируя практически вот эту вот cnn сеть которая очень распространена и является по сути там ну золотой сетью то есть она одна из ключевых сетей фейсбука вот и просто напросто применить ее для изображения для музыки вот введя сюда пьяно роллы соответственно ну и да и в обратную сторону соответствую потом это все генерилось вот ну в общем-то редко применяется как работает значит первый этап это свертка свертка выполняется достаточно сложно ну то есть можно по простому объяснить это так что ищутся например паттерны какие-то в изображениях например паттерн какой-нибудь там нужно ли это нам сейчас но думаю что они будут на этом останавливаться вот но в общем короче каким-то образом происходит фильтрация этого изображения преобразование его в другие вот такие вот фичи мэп и так называемые потом эти фичи мэп и еще уплотняются то есть они становятся имеют меньшее разрешение для того чтобы меньше было вариации и меньше была зависимость от небольших изменений вот и затем все это просто-напросто преобразовывается вот в такую вот линейку то есть каждый пиксел вот здесь то он просто в линейку выстраивается и все ничего интересного в этом преобразование нет а затем уже начинает собственно нейросеть она работает по тому принципу которым мы уже говорили вот примерно так но есть еще там всякие преобразования промежуточные и так далее принципе все значит еще интересно здесь в этой сети то что в отличие от всех других сетей здесь при обучении этой сети настраиваются не только эти веса но также и фильтры вот эти фильтры к с помощью которых производится сворачивание этого изображения в какие-то другие так скажем карты вот карты фич фич вот то есть на самом деле почему сделали вообще такую сеть из-за того что изображение напрямую анализировать очень сложно нейросети потому что в нем нет закономерностей то есть там буквально не знаю вот цвет поменялся и что делать нейросети то есть как ей понять то есть ей нужно значит там понимать какие цвета подходит какие не подходит потом значит немного сдвинулся какой-то объект и надо понимать что сдвиг объекта небольшой не страшно а как это делать то есть это значит что нужно получается с одних входных параметров из других считывать и понимать что сдвиг не важен ну то есть грубо говоря сеть не была приспособлена к такому изображению канализу изображения поэтому сделали такой сена здесь примерно понятно вот ну и дальше а чисто технические расходы какие-то поля фильтры как он накладывается пьянорол просто я пьянорол просто в рис ну просто рисуется и все вот пример работы сети сейчас конь более такой вот то есть вот взяли там 4 нарисовали значит вот эта четверка она с помощью вот этих фильтров преобразовала преобразовалась в разные фичи мэпы вот эти фичи мэпы вот затем она уплотнилась как бы то есть меньше пикселов по сути до стала вот путем максимизации но не ваш там любой фильтр вот и потом вот это дело все преобразовалось в линейку но здесь еще есть промежуточный этапы мы их пропустим вот вот это все дело вот эти пиксел и преобразовались в линейку по сути вот это ли maneir и это ли мама уже попала в нейросеть а вот это не расеть вода это выход нейросети вот ну и собственно говоря не расеть как-то там подумала и решилась от четверка вы тут на выходе она вид четверку вот ну примерно вот так это работает твой вопрос значит вот эти фичи это на самом деле например три на три какой-то какая-то матрица которая которую по сути алгоритм ищет в каждом в каждом возможном месте вот этой картинки вот и таким образом вот этот фич фичи мэп он показывает нашел ли он ну то есть нашел ли он вот то что искал или нет ну примерно то есть проход на порядок либо еще можно к этому подходить как контрастирование то есть вот это по сути с повышенным контрастом получается картинка так в общем это нам надо интересно вот перейдем к рнн сети рнн сети более рнн сети она более близка к музыке и на самом деле практически все алгоритмы но большая часть алгоритмов она значит базируется на рнн сетях вот по сути вот слайд очень хорошего он показывает все варианты рнн сети которые применяются но в музыке применяется в основном тут ну сложно сказать честно говоря разные все-таки варианты применяются ну вот например вот рассмотрим такой вариант наверное ближе всего к пониманию значит вот это смысл смысл этого варианта вот в чем значит это нейросеть в отличие от всех предыдущих нерсти она растянута во времени то есть она вот каждая вот эта горизонталь вертикаль и это значит временной отрезок на самом деле и вот это одна и та же нейросеть вот это вот нейросеть да она просто сначала вот обрабатывает вот этот сигнал и выдает вот этот сигнал да потом тоже нейросеть обрабатывает вот этот сигнал выдает вот это но при этом она не просто обрабатывает и выдает она еще запоминает что-то из прошлого вот этот синий кружочек на самом деле это сеть то есть это вот и есть вся сеть сколько тут нейронов сколько тут слоев это уже второй вопрос вот ну обычно это один слой вот данный случай таким образом показывается да потому что следующий слой это был бы здесь вот но здесь может быть много нейронов в этом слое ну просто-напросто это все как бы схлопнуто вадди в одну для упрощения вот значит почему это чаще всего применяется для музыки потому что можно подать на вход ноты как чаще всего и делают да и затем сказать следующее ну как бы то есть сказать следующее вот давай-ка мы вот сюда подадим ноту до ре ми фа вот и давай-ка ты нам значит научишься распознавать ну как бы скажем так генерировать гаммы да вот соответственно вот если мы подаем до ре ми фа то мы ожидаем тогда здесь увидеть следующую ноту следующая нота которая пойдет после вот например да вот как я понимаю такой как раз подход и был в свое время в айве не знаю какой сейчас там подход ну допустим вот посмотрела там статьях похоже что они вот в принципе начинали с этого когда-то да вот естественно эти сети очень сильно развились мы там об этом сейчас поговорим там куча еще всяких нюансов но в принципе вот общий подход ну часто сохраняется что сеть получает на вход музыку и научается ее по сути прогнозировать то есть она научается прогнозировать следующую ноту в этой музыке при этом она не только одну ноту берет в расчет а уже все ноты которые она увидела ну например здесь она взяла одну ноту расчет а здесь уже две вот значит вот другой вариант насчета сети здесь это получается что она учитывает всегда все они научиваются эти нейроны чем не анализирует чем что чем длиннее фрагмент чем длиннее работа не факт потому что тут тут очень много всяких моментов в том числе например раньше эти сети вообще не работали с длинными последовательностями потом с помощью так называемый lstm алгоритмов их научили работать с длинными последовательности временными но тем не менее все-таки длинные последствия для них сложные и и потому что сложно обучать такие сети и потому что просто-напросто очень много данных и непонятно на что обращать внимание поэтому эти сети в дальнейшем были адаптированы с помощью attention алгоритмов и смогли получать на вход например вот в этот нейрон не только предыдущие ноты но и все все предыдущие ноты которые вообще были до этого вот и в этом плане ну давай это отдельно вот я сейчас хотел показать вот этот вот насчет сеть она как бы в принципе у меня как раз и применена то есть почему потому что это вообще самый наверное простой даже вариант нас него надо было начать здесь поддается на вход у меня 13 нот например а можно даваться на при этом какое-то определенное количество да и затем выдается одна нота значит вот у меня например эта нота является 14 то есть по сути таким образом сеть пытается предугадать следующую ноту после этих 13 ну вот такой же это не просто последовательно хронологически идут да это просто последовательно хронологически там 13 нот например у меня да вот и сеть предугадывает 14 но поскольку я знаю что там дальше то есть я сравниваю вот эту 14 ноту вот это и говорю что но что-то хреново предугадал или там отлично предугадала вот в зависит от того какой что я скажу соответственно сеть будет пытаться оптимизироваться и лучше предугадывать будущем вот такой алгоритм в принципе раньше все применяли но сейчас уже конечно от него начали выходить то что он слишком примитивный вот ну еще бывает вот такой подход например когда мы вводим некоторую информацию в сеть она например генерирует музыку вот такой подход подразумевает например что мы вводим ну например последовательность аккордов то есть мы сюда можем ввести сразу последовательность аккордов а здесь уже сеть просто пойдет генерировать на эту последствия музыку да либо мы эту последствия можем вводить вот здесь то есть как бы периодически периодически меняя аккорд и так далее. Тоже такой подход применяется. Дальше. В принципе, с LSTM-системы посмотрели. Перейдем к примерам, а потом я покажу... Перейдем к тому, что есть в мире. Реализация, ага, давай. А потом я покажу какой-то пример такой практически.